Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Защита Бинони была одним из самых излюбленных вариантов при игре черными фигурами у восьмого чемпиона мира Михаила Таля. Он сыграл немало интересных партий этим дебютным вариантом и сегодня мы рассмотрим одну из них. Данный поединок был сыгран в рамках командного чемпионата Советского Союза в 1968 году. Соперником экс-чемпиона мира Михаила Таля был эстонский мастер Арне Хермлин, который в том году выиграл первенство Эстонии. Д4 сыграл эстонский шахматист Конев-6, Конев-3, С5, Д5. В этом положении Михаил Таль призадумался. Он прекрасно помнил интересную партию Кернер-Каталымов, в которой был сделан ход Б5. Но вот незадача. Эстонские мастера Хермлин и Кернер играли в одном коллективе и вполне могли подготовить неприятный дебютный сюрприз. Поэтому Михаил Таль ответил сдержанным Ж6. Конь С3, С7, Е4, Д6. Слон Б5 шах, Конь БД7 и А4. Два нуля, два нуля, А6, Слон Е2. Продвижение Б5 невозможно, поэтому Таль спокойно развивает силы, играя Ферзь С7 и после Аш3, Б6. Слон Ф4, Слон Б7, Конь Д2. Белое переводит коня на С4. Известный маневр. Е5. Играют черные. В этой позиции можно было отойти на Е3. После Конь Е8, Конь С4, Ф5, ЕФ, ЖФ и Ф4. Таким образом, белое сохраняли контроль над центральными полями и сохраняли определенное позиционное преимущество. Но Хермлин пошел ДЕ, взял на проходе и после ФЕ вскрылась вертикаль Ф. Конь С4, трижды нападая на пешку. Этим ходом белое начинают рукопашную схватку, в которой до определенного момента все было достаточно запутано. Конь бьет Е4, сыграл Таль, Слон бьет Д6, Конь бьет Д6. В этой позиции коня лучше было забрать Ферзем и после перехода в Эншпель, Слон отходит на Д5, ладья Д1, белое сохраняли небольшой позиционный перевес. Но в нашей партии Хермлин пошел Конь бьет Д6, сохранив Ферзей. Конечно, Слон Д5 ходить нельзя, потому что после Конь Д5, Ферзь Д6, Конь Ф6, вскрытое нападение на Ферзя и шах, черные теряют сильнейшую фигуру. Поэтому после ошибки соперника хода Конь бьет Д6, Таль сыграл Слон С6, Слон С4, нападая на пешку Е6. И здесь черным лучше было сыграть Конь Е5, отдать пешку, Конь СЕ4, сыграть ладья Д8 и поиграть на связке коня. Но Михаил Таль отвечает ходом Слон Д4 и дает возможность своему сопернику сделать ход Конь СЕ4. После Слон Б2, ладья Б1, Слон Е5, Ферзь Ж4, белое вновь нападает на пешку Е6 и сохраняют равные шансы. После Слон Д6 забираем эту пешку Ферзем и отыгрываем фигуру. Но Слон бьет Е6. Хермлин поторопился, дал шах, сыграл Конь ДЕ4, Таль же своего шанса тут не упустил и пошел ладья Д8. Этот естественный ход закрепляет преимущество черных. Если пойти Ферзь Ж4, продолжая агрессивную игру, то Конь Ф6. После размена ладья Ф6, далее Х5, очевидно, что белые фигуры отбрасываются назад, а два сильных черных слона будут доминировать на доске. Поэтому Эстонец забрал на Д7, но после ладья Б1 Д7 создалась угроза слоны в два шах. Поэтому Ферзь Е2, ладья Е7. Черные умело наращивают инициативу, каждым ходом создавая новую угрозу. Ферзь Д3, Ферзь Ф4. Конь атакован трижды, после его отхода можно забрать на Ф2. Поэтому ладья АЕ1, ладья ФЕ8. Белые просто не могут защитить свою фигуру. Поэтому Ферзь Ф3. Играет Хермлин, надеется, что черные отойдут на Ф5. В этом случае белых спасал удар конь Д6. На слон Ф3, конь Ф5 с шахом, размен с шахом на Е7 и после ЖФ окончание равное. Но вместо того, чтобы сделать ошибку, Михаил Таль сыграл Ж5. Один из сильнейших ходов, который сохраняет все угрозы. Что же делать белым? Если разменяться на Ф4, то опять же, защитить коня Е4 не получится. Поэтому конь Е2 сыграл эстонец, дав своему сопернику довольно приятный выбор. Можно было забрать на Е4 Ферзем, не опасаясь, конь бьет Д4. По причине Ферзь Е1. После шаха КХ8, Ферзь Ц6. Белые планируют пойти Ферзь Ф6. Но Ферзь бьет Ф1. Брать нельзя ввиду мата на Е1. А если отойти, то ладья Ф8. Очень точный ход. Отдавая часть лишнего материала, черные стабилизируют позицию и получают лишнее качество. Положение для них выигранное. Но Михаил Таль не стал усложнять борьбу и забрал коня слону, напав на Ферзя. Белые не могут отыграть фигуру, поэтому здесь Арны Хермлин сдался. Вот такая быстротечная партия, уложившаяся в рамки миниатюры. В рукопашной схватке Михаил Таль переиграл своего соперника и закономерно праздновал победу. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.